Гибридизация Это изменение формы и направления в пространстве атомных орбиталей в момент образования связи То есть мы должны с вами опять-таки, ну, немножко включить абстрактное мышление и представить Когда речь идет об атомных орбиталях, то каждый из вас предоставляет какое-то идеальное облако Либо шарообразное облако С, либо гантелевидное облако П, либо две скрещенные гантельки Или так называемые лепестки Д-облака Однако в момент образования химической связи с этими облаками происходит изменение То есть они вытягиваются навстречу друг другу для того, чтобы химическая связь между атомами все-таки состоялась Наша с вами задача определиться с тем, какие типы гибридизации существуют Как можно легко и просто определить данное изменение И каким образом можно изобразить молекулу в пространстве То есть сегодня мы будем с вами учиться составлять пространственные конфигурации молекул Итак, продолжаем Для того, чтобы смело и легко объяснять конструкции пространства и конфигурации атомов Нам необходимо познакомиться с основными положениями теории гибридизации Эта теория заключает в себя четыре положения Первое из которых гласит Сколько атомных орбиталей было у атома до того, как химическая связь возникла Ровно столько гибридных облаков атом и будет образовывать Второе положение гласит Независимо от формы атомных орбиталей А мы знаем, что форма действительно очень разнообразная Гибридные облака будут всегда иметь одинаковую форму И эта форма сейчас находится как раз-таки перед вами Есть объемная модель и вот такая плоскостная фигура Вы видите, что это напоминает гантели, только несколько вытянутую в одну сторону Для того, чтобы атомы однозначным образом пересеклись Третье положение Гибридные облака Стремятся расположиться в пространстве на, возможно, большем удалении одного от другого Тут я предлагаю вам подключить немножко ваших знаний с области математики А если конкретно геометрии Если у атома существует два гибридных облака Ну, то есть было два облака До того, как связь образовалась, два гибридных облака в момент образования химической связи И предопределились Вопрос такого порядка Какой угол между этими гибридными облаками здесь мы можем с вами определить? Надеюсь, вы сможете ответить вместе со мной на этот вопрос 180 градусов Если у атома наблюдается три гибридных облака Угол между гибридными облаками становится 120 градусов Если четыре облака 109 градусов в 28 минут Это тетраэдрическая конфигурация И, думаю, вы помните угол в тетраэдре Четвертое положение Оно, по сути, нам необходимо для самого понимания того Какой тип химической связи может быть образован за счет измененных электронных облаков Так вот, за счет гибридных облаков может быть образована только сигма-связь И на слайде я вам это указываю Даже если развернуть гибридные облака необходимым образом для образования химической связи Становится понятным, что пересечение вдоль одной линии Они обеспечивают очень даже хорошо Если же гибридные облака развернуть вертикальным образом То образование π-связи никак не наблюдается Ведь мы же хотим, чтобы пересечение электронных облаков Произошло по обе стороны линии Соединяющей центры взаимодействующих атомов В силу здесь уже пространственных ограничений Это становится невозможным Значит, сами дополняем и делаем вывод Если все-таки в молекуле присутствует π-связь То значит, она была образована за счет обычных облаков Негибридизованных, невидоизмененных И этот факт мы будем с вами в последующем учитывать Необходимо познакомиться с несколькими типами гибридизации Которые являются классическими Наиболее широко представленными в разных молекулах Итак, первый тип это СП-гибридизация Предлагаю определить этот тип гибридизации На примере молекулы гидридоперилия Ну, в целом, получается, что большую часть работы Вы уже хорошо умеете успешно выполнять Вы уже умеете объяснять механизм образования ковалентной связи Собственно говоря, с этого и начнем Итак, первый шаг Необходимо расставить степень окисления Напомню, что в гидридах у водорода степень окисления Минус один Это его единственное исключение Тогда как у бериллия степень окисления сохраняется Плюс два Далее Местоположение атома бериллия в таблице Меделеева Это второй период, вторая группа, главная подгруппа Значит, на внешнем слое у атома бериллия Вообще только пара электронов И оба эти электроны Располагаются на С-под уровне Два С-два Но, если вы посмотрите на атомную орбиталь С В которой находятся два парных электрона Получается, что атом бериллия в его основном состоянии вообще Не обладает никакой валентностью Так оно и есть Значит, атом бериллия необходимо предварительно перевести в возбужденное состояние Здесь срабатывает второй случай обменного механизма И только тогда атом бериллия способен связаться И способен образовать две ковалентные связи с двумя атомами водорода Итак, механизм мы с вами объяснили Объяснили, каким образом эта молекула была образована Следующий шаг Необходимо определить тип гибридизации Здесь вы обращаете внимание на занятые валентные орбитали центрального атома У атома бериллия, я их специально закрасила голубым цветом Вы видите две занятые атомные орбитали Одна орбиталь С, вторая орбиталь П Отсюда и пошло название типа гибридизации Это СП, гибридизация Теперь начинаем отрабатывать полностью все положения теории гибридизации Помните первое положение? Оно гласило Сколько атомных орбиталей было у атома? Ровно столько гибридных облаков и образуются Ну так ведь у атома бериллия было два облака Одно облако С, второе облако П Значит, мы видим и наблюдаем с вами образование двух гибридных облаков Третье положение, напомню, оно гласило Гибридные облака стремятся расположиться в пространстве На возможно большем удалении одного от другого Ну так если гибридных облаков два То угол, возможно, между ними максимальный Это только 180 градусов Конструкцию мы с вами уже предопределили Движемся дальше Следующий шаг Это образование самой пространственной конфигурации молекулы И в силу того, что два гибридных облака Пересекаются с шарообразными облаками двух атомов водорода Становится понятным, что вся эта молекула Образована, организована вдоль одной линии С углом между гибридными облаками 180 градусов А значит, мы делаем вывод, что конфигурацию подобного типа Можно и нужно было назвать линейная Так и повелось с тех пор Все молекулы, в которых образованы Которые имеют СП гибридизацию Они в пространстве выглядят в виде одной линии Линейная молекула Переходим ко второму типу гибридизации СП гибридизация Рассмотрим на примере образования молекулы хлорида-бора Бор-хлор-3 Пошагово выполняем все алгоритмы Все действия нашего уже обозначенного алгоритма Итак, бор-хлор-3 Расставляем степень окисления У хлора, вы помните, в хлоридах степень окисления только минус 1 Тогда у бора плюс 3 Определяем местоположение атома бора Бор находится во втором периоде Третьей группе, главной подгруппе Значит, у него на внешнем слое 3 электрона Два из которых располагаются на С-подуровне И один на П-подуровне Однако, в силу того, что в основном состоянии у атома бора Только один неспаренный электрон В этом состоянии образовать молекулу бор-хлор-3 Он не в состоянии Нам необходимо перевести атом бора в возбужденное состояние Кстати, напомню вам о том, что возбужденное состояние Обозначают в виде звездочки Которая располагается в степени знака химического элемента этого атома Итак, у атома бора в возбужденном состоянии На внешнем слое появляются 3 неспаренных электрона В силу того, что электронная пара С-подуровня распаривается И один из электронов переходит в свободную ячейку П-подуровня Следующий шаг Для того, чтобы молекула хлорида бора образовалась Необходимо подготовить 3 электронные конфигурации 3 атомов хлора Таким образом, мы делаем вывод о том Что каждый хлор, каждый атом хлора имеет по одному неспаренному электрону Этого вполне достаточно для того, чтобы образовать 3 коварентные связи Между атомом бора и атомами хлора Итак, механизм объяснили Следующий шаг Мы должны определить тип гибридизации Для этой цели напомню Вы обращаете внимание только на занятые валентные орбитали У атома бора вообще-то их 4 атомных орбитали Но заняты только 3 Проговариваю каждую из них Одна орбиталь С Потом орбиталь П И следующая орбиталь тоже П В итоге получилась СП2 гибридизация А далее полностью шагаем по положениям теории гибридизации Первое положение Сколько атомных орбиталей было у атома Ровно столько гибридных облаков и образуется У атома бора было 3 облака Одно С-облако шарообразное И два П-облака гантелевидных Но при сочетании всех этих орбиталей В момент образования химических связей Образовалось 3 гибридных облака Подключаем третье положение теории гибридизации Которая гласит Гибридные облака стремятся расположиться в пространстве На возможно большем удалении одного от другого Таким образом мы помним с вами об угле Который возникает между такими гибридными облаками Это 120 градусов В итоге более-менее становится понятным Что конфигурация, которую сейчас мы будем прорисовывать Для молекулы хлорида бора Она напоминает несколько треугольник Так и есть на самом деле Когда мы скоординируем к данной конструкции Еще 3 П-образных облака Обычной гантельки трех атомов хлора Вся молекула в целом будет похожа на типичный треугольник Зачастую обозначают пространственную конфигурацию Вот таким условным видом И прописывают Такая конфигурация носит название треугольное Итак, мы сегодня с вами познакомились с понятием гибридизация Определили основные положения теории гибридизации И научились их применять при определении SP и SP2 гибридизации На сегодня это все Всем спасибо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok